Пока их сверстники лежат на диване и мечтают заработать миллион, эти ребята уже открыли собственное дело. Начинали с малого, порой уходили в минус, но в итоге добились своего. Сегодня молодые предприниматели – владельцы молочных ферм, сельхозпредприятий, заводов, салонов красоты и кофеин. Добиваясь успехов в каждой своей сфере, пришло время объединить силы, знания и ресурсы, говорят собравшиеся. Инициатива создания клуба молодых бизнесменов принадлежит Палате предпринимателей. Сегодня первая встреча участников клуба молодых предпринимателей, его участникам от 20 до 40 лет. Формат встречи без галстуков – это площадка, на которой наши бизнесмены могут предлагать свои идеи, обсуждать проблемы бизнеса и вместе искать пути их решения. Здесь можно обмениваться креативными идеями, заводить новые полезные знакомства. Бизнес должен быть консолидированным. Один из участников клуба – молодой бизнесмен Нурлан Кабиштаев. Экономист по образованию, он закончил университет Сулеймана Демиреля. Степень MBA получил в Женевском университете. Свои 27 Нурлан руководит группой компании по производству продуктов питания, стройматериалов и сельхозпродукции. На него работают десятки людей. До этого работал в квадзи-государственных секторах, в частных организациях, бизнесом, как такое начал заниматься около 3-4 лет назад. В нынешний момент, можно сказать, я управляю бизнесом и параллельно сами продвигаем свой собственный бизнес. Мы являемся крупнейшим производителем молока, зерновых культур в области и есть дальнейшие планы по развитию переработки. По словам Нурлана, списки богатейших людей нередко возглавляют люди до 30 лет. Их достижениями необходимо стимулировать молодежь, создавая ассоциации клуба. Сегодняшний клуб очень актуальный, своевременный. Как вы знаете, у нас Южная Краснодарская область – это кузница кадров, очень много молодых людей, которые занимаются предпринимательством в сфере торговли, предоставлением услуг. И своеобразный клуб, он даст стимул для консолидации молодого бизнес-поколения и, соответственно, для рождения новых идей. Идею создания клуба предприниматели поддержал глава Южного Казахстана Жанси Итимебаев. Он предложил создать постоянно действующую выставку товаров народного хозяйства. В качестве такой площадки можно использовать комплексы, предназначенные для той бизнеса. Здесь спортивная жизнь.